Итак, мы прошерстили файловую систему, нашли нужный файл и решили его прочитать. Или наоборот, решили создать новый файл и записать туда какие-то данные. Давайте начнем знакомство с классами ввода-выводов Java с самого низкого уровня, с классов InputStream и OutputStream, находящихся в пакете Java.io. InputStream представляет собой поток байтов, из которого можно читать. По одному байту или блоками. Симметричный ему класс OutputStream представляет собой поток байтов, в который можно писать. Оба класса абстрактные, создать их экземпляры нельзя. Более того, на этом уровне иерархии наследования даже неизвестно, с каким конкретно источником или получателем данных работают эти стримы. В программе у нас всегда будут на руках экземпляры каких-то конкретных подклассов, работающих конкретно с файлом на диске, или с участком памяти, или с компьютером каким-то другим, подключенным по сети, и так далее. Но каким бы ни был конкретный подкласс, он всегда будет удовлетворять контракту, заданному на уровне базовых. InputStream и OutputStream. Давайте посмотрим на основные методы, определенные в этих классах. И начнем мы с класса InputStream. Первый метод — read. Он возвращает следующий байт из входного потока и сдвигается дальше. То есть трижды вызвав метод read, мы получим три идущих подряд байта из потока. Возвращаемое значение имеет тип int. Но фактически из потока считывается только один байт. Более широкий тип int нужен, чтобы иметь возможность обозначить конец потока. Когда конец достигнут, метод вернет минус единицу. Если вернулось не минус единица, то фактически считанный байт можно получить, приведя int к байту при помощи оператора приведения типа. То есть фактически взяв младшие 8 бит int. При ошибках ввода-вывода этот и остальные методы будут бросать проверяемое исключение и его exception. Дальше я не буду это каждый раз повторять. Читать большие объемы данных по байтам не очень эффективно. Поэтому есть еще два метода, которые читают из потока блок байтов и записывают их в переданный массив. Первый метод принимает только массив байтов и пытается считать из потока количество байт, равное размеру массива. Второй метод принимает еще два числа. Индекс элемента массива, начиная с которого этот массив нужно заполнять, и количество байт, которое нужно считать из входного потока и записать в массив. По возвращении из метода массив будет заполнен данными из входного потока. Возвращенное методом значение типа int означает количество фактически считанных байт. Оно может быть меньше, чем мы просили, если поток совсем закончился, или просто в данный момент в нем недостаточно данных. На возвращенное значение обязательно надо смотреть. Ровно столько байт было записано в переданный массив, и ровно столько байт мы можем дальше использовать. Если вернулось минус единица, это означает конец потока. А еще есть метод skip, который просто пропускает заданное количество байт, никуда их не сохраняя. Он возвращает количество байт, которое фактически удалось пропустить. Это количество также может быть меньше, чем мы просили. Второй класс, outputStream, содержит аналогичные методы для записи байтов по одному или блоками. Метод write от int выводит поток 1 байт, младшие 8 бит переданного значения типа int. Когда у нас большой объем данных для записи, то лучше воспользоваться перегруженными вариантами метода write, принимающими массив. Первый берет все содержимое массива, а второй указанное количество байт, начиная с указанного индекса в массиве. Метод flush сбрасывает возможные промежуточные буфера, где конкретная реализация outputStream может накапливать данные перед передачей операционной системе. Просто вызов метода write не гарантирует, что данные тут же будут переданы операционной системе для обработки. В обоих классах есть метод close, закрывающий поток и освобождающий связанные с ним ресурсы. Закрытие включает в себя также и сброс буферов, то есть вызывать флаж перед close не требуется. Рекомендуется использовать стримы в блоке try с ресурсами, чтобы метод close гарантированно был вызван. Для иллюстрации работы со стримами приведу часто используемую идиому копирования данных из входного потока выходной. Нам потребуется временный буфер, размером, например, 1 килобайт. Мы в цикле вызываем метод read, передавая туда наш временный буфер. И обязательно сохраняя результат, количество прочитанных байт. Смотрим на это количество. Если это положительное число, значит мы что-то прочитали и можем вывести это в выходной поток. Иначе поток закончился и копирование завершается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова